Банк России выступил категорически против развития криптовалютной инфраструктуры. Чего на самом деле боится ЦБРФ? Сколько средств россияне хранят в криптовалютах? Что предложил Виталик Бутирин для повышения эффективности сети Эфириума? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits Media. Глава Департамента финансовой стабильности ЦБРФ Елизавета Данилова объявила, что Центробанк очень беспокоит финансовые риски, связанные с использованием россиянами иностранных криптоплощадок. Средства граждан должны работать в экономике своей страны, а не где-то там в индустрии криптовалют, утверждает чиновница. По данным ЦБ, сейчас россияне хранят на криптобиржах около 96 900 биткоинов. Это примерно 3 миллиарда 680 миллионов долларов. За последний год показатель снизился на 3,1%. При этом Федеральная служба по финансовому мониторингу зафиксировала двукратный рост подозрительных транзакций с криптовалютами. Директор Россфинмониторинга Юрий Чиханчин уверяет, что большинство этих транзакций связаны с наркотиками, мошенничеством, коррупцией и финансированием терроризма. Россфинмониторинг совместно с Госбанком ВТБ запустил проект «Прозрачный блокчейн», с помощью которого можно будет расследовать дела, связанные с криптоактивами. К проекту уже подключено более 7 тысяч российских правоохранителей, а также, уверяет чиновник ведомства из шести стран. Между тем, Верховный суд Мордовии приговорил жителей республики в чине подполковника полиции к 12 годам тюрьмы за взятку в размере 2 биткоинов на 2,5 млн. рублей. Обвиняемый лишен звания и не имеет права занимать руководящие должности в МВД ближайшие 10 лет. До срока в колонии нарушитель обязан заплатить штраф 12,8 млн. рублей. Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции в США основатели облачного майнингового сервиса Hashflare Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Они обвиняются в крупном мошенничестве и отмывании денег. Эстонский суд мотивировал отказ тем, что изначально условия содержания Турогина и Потапенко в США не были учтены должным образом. Издание Reuters сообщило, что террористы чаще всего для перевода в стейблкойнов USDT используют блокчейн Трон благодаря его высокой скорости и низким комиссиям. С июля 2021 года по октябрь 2023 власти Израиля заморозили в сети Трон 143 кошелька, связанные с террористами. Основатель Трон Жастин Сан заявил, что все технологии могут использоваться для сомнительных действий, а главный приоритет блокчейна – децентрализация. И все же компания Circle, выпускающая стейблкойн USDC, поспешила опровергнуть свои связи с Трон Фондейшн и Джастином Саном. Они не имеют учетных записей в Circle, утверждает компания. Сооснователь эфириума Виталик Бутерин предложил интегрировать частные мемпулы для повышения конфиденциальности пользователей и сокрытия частных криптотранзакций. Функционал ERC4337, по мнению сооснователя, должен упростить использование кошельков с мультиподписью в сети. Бутерин высказался заодно и о сверхразвитом искусственном интеллекте. Если ИИ не контролировать, у него есть шансы восстать против человечества. Канадская компания BitFarms заказала у производителя Bitmain 35888 ASIC-майнеров AntMiner T21. Общая сумма сделки составит около 95,5 млн долларов. Поставки запланированы с марта по май 2024 года. Руководство BitFarms надеется, что в следующем году производительность оборудования компании вырастет до 21 экзохэша в секунду. Майнинговая компания Canon получила лицензию на работу в Казахстане. Компания восстановила деятельность в стране через 3 месяца после отключения своих ферм совокупной мощностью 2 экзохэша в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok